Роспотребнадзор Край рекомендует вновь ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом шла речь на заседании Оперштаба. В частности, предлагается ограничить работу общепита, для людей 65+, опять ввести самоизоляцию, а массовые мероприятия проводить не только с учетом наполняемости в 50% зала. Новые условия могут быть еще жестче, не больше 500 человек. Ситуация действительно сложная. Нынешний подъем, осенний подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекции, он был прогнозируемый. В сравнении с предыдущим годом он идет более интенсивный. Мы вынуждены теперь обратно разворачивать ковидные госпиталя. Сегодня более 4000 коек уже развернуты. Хотелось бы отметить особенности третьей волны и, видимо, четвертой волны. Это доля тяжелых и крайне тяжелых пациентов достаточно высокая. Увы, за этим тянутся и показатели летальности. Смертность, она выше, нежели чем в осенью прошлого года. За сутки скорая помощь по Барнаулу принимает 1200 вызовов, в крае по 1500. Участники оперштаба вновь затронули тему мотивации к вакцинированию, а также отстранения от работы при отказе от прививки. Сейчас в крае привито 650 тысяч человек. Это чуть больше половины жителей. И для выработки коллективного иммунитета этого мало. С некоторых пор Барнаул не справляется с объемом отходов. Уже несколько недель жители наблюдают, как их мусорные площадки все больше утопают в грязи. А все дело в изменениях правил по обращению с твердокоммунальными отходами. Тариф стал немного ниже, но ниже стал и норматив по накоплению отходов на человека. И это проблема. С каждым днем Барнаул все ближе к санитарной катастрофе. Число жителей не изменилось, а вот мусора заметно больше. Пакеты с отходами уже вышли за пределы бака. Обозленные жители нашли виновного. В первую очередь это управляющая компания, а потом уже дальше все зависит в первую очередь от управления. ЖКХ у нас как бы плохо работает. Но не все так просто. В июле из-за смены регионального оператора по обращению с ТКО власти пересмотрели нормативы и внесли изменения. В Алтайском крае введен новый норматив на твердые бытовые отходы для Барнаульской зоны. Теперь вместо 180 литров на человека положено вывозить лишь чуть более 120. Так потенциал накопления мусора барнаульцев почти сравняли с жителями других населенных пунктов. Им все это время полагалось производить в месяц 121 литр отходов. При установлении новых нормативов были проведены замеры, которые показали отсутствие разницы между количеством мусора, образуемого жителями Барнаула и других территорий края. Что именно замеряли, неизвестно. В управляющих компаниях говорят, что к ним за статистикой не обращались. Иначе бы они рассказали, что объем отходов лишь растет. Мы же понимаем, что буквально за 30 лет какой объем мусора у нас увеличился. Потому что у нас самая большая часть мусора – это упаковка. Потому что у нас сейчас действительно все упаковывается. Это раньше разлив молочных продуктов или еще что-то. Сейчас все упаковано. Проблему обострил и еще один фактор. С 29 сентября начал действовать новый тариф на ТКО. Для жителей многоквартирных домов Барнаула плата стала немного меньше – 54 рубля вместо 60. Для жителей частного сектора наоборот подросла – 56 рублей вместо 40. Все в пересчете на новые нормативы накопления отходов. 120 литров мусора в месяц для хозяина квартиры высотного дома, 125 – для частного. Именно после этого, отмечают барнаульцы, вывозить мусор стали хуже. Управляющие компании в ответ на снижение норматива треть мусорных баков убирают или переворачивают. Пакеты копятся рядом. Пока мусор на пол накидают, снова подбирают, снова накладывают и снова все получается то же самое. Все время мусор и мусор и мусор и грязь. Вот эти вот истории с переворачиванием баков, с сокращением их количества – ну это неправильно. И в принципе у нас регулятор-то и не говорил о том, что давайте одновременно с уменьшением норматива уменьшать количество мест складирования. Кроме того, места складирования у нас еще и количество баков на них. Они регламентируются и санитарно-эпидемиологическими правилами и требованиями. Люди вынуждены выбрасывать отходы на землю рядом с этой конторной площадкой. Кто их будет убирать – тоже большой вопрос. Потому что да, город Барнаул имеет опыт так называемой зачистки вот таких несанкционированных свалок. Но на муниципальной земле, на неразграниченной территории. А сейчас это фактически те же собственники, управляющие компании, вынуждены изыскивать средства. Пока коммунальщики находят средства на вывоз мусора сверх нормы, в основном за счет строки «Текущее содержание дома». Жители сейчас тоже нам отказываются. Они говорят, почему мы должны платить еще за мусор из текущего содержания. То есть, по сути, из тех денег, на которые содержится дом. Почему дополнительно должны платить. Соответственно, мы пытаемся им это объяснить, доказать. Но не все жители идут, конечно, навстречу. В перспективе это конфликты с жителями и убытки компании. Поэтому решать проблему нужно комплексно. С жильцами, коммунальщиками, регоператором и краевыми властями. В последние дни идет разговор о проведении круглого стола, где бы встретились все участники процесса. А если разговор не получится, вариантом решения проблемы станут судебные тяжбы. Так, уверяют ВНФ, удалось отстоять смену норматива на потребление воды. Правда, процесс тянулся несколько лет. Во что превратится город за это время? Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Позже мы получили ответ Управления цены тарифов Барнаула. В нем говорится, что новые нормативы вычисляли с учетом следующих данных. Так, в 2019 году в 10 муниципалитетах проводили натуральные замеры накопления ТКО. Специалисты провели 17 тысяч замеров. Проанализировав, в ведомстве приняли решение изменить норматив. А что касается перенакопления отходов на площадках, так как баков стало меньше, специалисты отвечают следующее. В случае перенакопления отходов на контейнерных площадках, количество контейнеров, на которых определено, исходя из нормативов, хозяйствующему субъекту, ответственному за эксплуатацию контейнерной площадки, необходимо произвести мероприятие по выявлению причин перенакопления. В ведомстве советуют управляющих компаниям выяснить, сколько действительно жильцов пользуются мусорными баками, в том числе сколько юридических лиц, а затем подписать с ними договоры на вывоз мусора. Это должно улучшить ситуацию и не позволить наступить мусорному коллапсу. Новый политический сезон стартовал. На этой неделе состоялась первая сессия законодательного собрания 8-го созыва. И легко она не прошла. Одним из важных и спорных решений было избрание нового председателя АКЗС. Как проходила сессия и что говорили друг другу вновь избранные депутаты, расскажем далее. Великолепная пятерка в новом, восьмом созыве, фракции не 4, а 5. Новички в АКЗС коммунисты России настроены решительно. Фирменный знак тому свидетельства об альянсах пока не говорят, видимо, рано. Мы на данный момент будем служить таким своеобразным маятником, мостом между партией Единая Россия, между партией КПРФ и выстраивать конструктивные отношения. Это хорошо, что в этом созыве у нас нет большинства. Это значит, что все будут друг друга не только слышать, но и слушать и находить компромиссные решения на благо жителей Алтайского края. В этом руководители фракции оказались солидарны еще до начала сессии. Мы готовы к конструктивному объяснению нашей позиции. Мы за развитие региона. Может быть, подлиннее будут проходить заседания фракции, заседания комитетов для того, чтобы найти простое большинство в решении вопросов, которые жизненно важны для территории. Да, сейчас мы будем находиться, как всегда, в конструктивном диалоге со всеми фракциями законодательного собрания, в том числе и на предмет нашей законотворческой деятельности. КПРФ в этом созыве приобрела. Ее ряды в АКЗС пополнились. Собственно, именно они предложили своего кандидата на должность председателя законодательного собрания. Оркомитет будет предлагать кандидатуру Александра Алексеевича Романенко на должность руководителя парламента краевого. Мы будем предлагать свою кандидатуру Кропотину Юрию Борисовичу. В прениях по вопросу избрания спикера депутаты не скупились и на критику, и на похвалу. Сергей Приб, к примеру, не только хвалил Александра Романенко как опытного политика, но и высказывался в отношении Кропотина. Цитируем, если избрать его на пост председателя, это как человеку, управляющему авто, дать управлять космическим кораблем. Соратники Кропотина тут же взяли слово. В Алтайском крае проблем, тьма, реобразование он перечислил, здравоохранение, экспорт нужно поднимать. Александр Алексеевич, на завалке, решение созывал. И до сих пор эти проблемы в Алтайском крае стоят и не решены. Мне кажется, однозначно нужно принимать решение, что нужно что-то менять. Не обошлось и без ныне депутата Госдумы Марии Прусаковой. Слово она себе буквально выбила после долгих разборок с председательствующим Александром Лазаревым. Кандидатура предложена фракцией КПРФ. Абсолютно сегодня компетентна и уверяю вас, что законодательное собрание под его руководством только приобретет. То, что касается кандидатуры Александра Алексеевича Романенко, то здесь можно сказать следующее. Мы его делаем. Зайдем большого профессионала в политической жизни Алтайского края. Но есть определенные моменты. Человек, который может, если можно подавить силы, он подает. Я надеюсь, что мою, как бы, скажем, такую критику вы не воспримите личную обиду, а воспримите все-таки как критику. По итогу Евгения Боровикова кандидатуру Романенко поддержала, как и еще 40 депутатов. 25 отдали голоса представителю КПРФ. Избранный спикер поблагодарил всех и обещал быть лояльнее. На вопрос, волнуется ли перед обсуждением бюджета края, ответил, что не волнуется уже давно. Другой вопрос, что вот ту категорию наших коллег, которые только пришли, нам надо быстренько их подготовить, быстренько обучить основным элементам бюджетного процесса, налогового законодательства. Я очень надеюсь, что мои коллеги-депутаты, я еще раз говорю, несмотря на политические интересы, все-таки примут документ тот, который нам нужен действительно для реализации наших задач. Добавлю, что реализовывать задачи спикеру КЗС будут помогать два вице-спикера. Единоросс Денис Голобородько и тот самый Юрий Кропотин из КПРФ. Татьяна Голубева, Вадим Быстрецкий. День с толком. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какого времени реализуется этот проект и о чем он? Ну вообще, что очень важно, что это основано на инициативе именно некоммерческих организаций, общественных лидеров, которые считают, что в стране должна создаваться более комфортная ситуация для пожилых людей, потому что мы все понимаем, какое количество незакрытых пространств, так скажем, есть. Так что если человеку сделали операцию тяжелую, да, или у него действительно серьезные, то, что называется, старческие синдромы, там, старческая астения или когнитивные нарушения, то человек, возвращаясь из больницы, скорее всего, оказывается в кругу родственников, которые не очень хорошо понимают, как с этим, что с этим делать и как с этим бороться. Вот. Либо получают определенную помощь от органов социальной защиты, которые в основном представляют собой, ну, доставку продуктов и какая-то бытовая, социально-бытовая помощь. А вот эта часть, связанная с уходом, именно медико-социальный, она сейчас у нас немножко выпадает, и мы ищем способы, как ее создать. О чем вообще проект? Вот о чем он? В этой всей системе задействованы органы здравоохранения, органы соцзащиты, пожилой человек-пациент, его родственники и ближайшее окружение и какие-то вот общественные организации, которые здесь задействованы. И именно в ситуации передачи информации, да, взаимодействия, есть очень много проблем и недоработок. И прежде всего, самые большие сложности находятся в первичном звене здравоохранения, потому что особенно то, что связано с ковидом, терапевты, поликлиники, больницы, они просто перегружены. Они и так находятся, по сути, в конвейерном режиме, да, когда у них 12 минут на прием, да, и пообщаться с людьми, да, практически нет возможности. И чаще всего количество пожилых людей, которые приходят в поликлинику, да, ну, примерно, наверное, можно оценивать где-то процентов 50, кто чаще всего посещает именно медицинские организации. И поэтому врачи часто, ну, как и отношение, да, к этим людям и непонимание, да, вот опять пришли там жаловаться, вот там только бы поговорить, да. И поэтому вот все начинается, в общем-то, здесь. Да, здесь же выявляются основные вот эти проблемы, старческие синдромы, да, о которых надо потом рассказывать. Потому что любой старческий синдром, это, скорее всего, уже то, что появилось и уже не уйдет. Это практически всегда неизлечимо, да, это требует постоянного наблюдения, постоянного сопровождения. А наша медицина не очень к этому готова. Готова к излечению болезни, но не к сопровождению, что называется, наблюдения организма. Вот, и поэтому мы как раз исходили из того, что... А, и еще одна важнейшая проблема, которую мы затрагиваем в нашем проекте, это вообще формирование медицины и первичного звена медико-санитарной помощи, особенно вот в регионах и в сельской местности, в малых городах особенно, да, что туда просто не приезжают молодые специалисты. И если, допустим, в городах там врачи перегружены, то в какой-то сельской их просто нет, да, или очень мало. Поэтому у нас была идея, что очень важно развивать то, что называется систему наставничества среди врачей. Мы просто думали о том, что у нас, в общем-то, достаточно много наказательной практики, да, сейчас и люди подкованные, да, там могут и в суд подать, там и жалобы пишут, да. А вот именно вопросы помощи, стимулирования, как помочь врачам в этой ситуации. Поэтому сам проект, который мы написали, который поддерживается фондом президентских грантов и благотворительным фондом Елены Геннадий Тимченко, да, это, в принципе, благотворительный проект, который идет в дополнение к той работе, которую мы ведем, он именно направлен на развитие системы наставничества в первичном звене здравоохранения. Да, то есть мы отобрали пилотные больницы, у нас здесь две больницы в Алтайском крае, и всего у нас 10 пилотных регионов, в каждом регионе по две больницы. В каждой больнице у нас есть как бы отобранный наставник. А кто это? Это опытный врач. В лучшем случае это врач-гириатор, но не всегда есть такая роскошь, чтобы в больницах был врач-гириатор. Проект реализуется полтора года, как вы сказали. Если подводить промежуточные итоги, то о чем можно сказать? До начала проекта, например, никто из врачей не знал контактов социальной защиты. Теперь они знают. Сейчас мы отработали процесс передачи информации от врача в социальную защиту, и мы хотим сделать систему передачи информации от социальной защиты к врачу. То есть когда человека наблюдают, чтобы врач был информирован. Если врач получает регулярно эту информацию, он тогда гораздо более информирован и может более оперативно вмешаться, с одной стороны, а с другой стороны, самому человеку меньше необходимости ходить к врачу. Перспективы развития этого проекта, он будет дальше продолжен? Мы просто понимаем уже по обратной связи, которую получаем от тех и от благотворителей, и от специалистов, которые в этом вовлечены, о том, что действительно эта работа очень нужна. Когда мы приходим саму на землю, очень часто, как в Москве принимают решение, да мы лучше всех знаем. То есть мы сейчас решим, и вы как скажем, так и будете делать. А мы в этом плане как раз идем наоборот. Мы спрашиваем, а как лучше делать, в чем ваши проблемы. И поэтому вот именно мы понимаем отношения от специалистов, что именно вот такая работа, она очень нужна. Поэтому так или иначе мы ее будем совершенно точно продолжать. Там в каком-то меньшем, большем объеме, в большем количестве регионов, в меньшем количестве регионов. Но мы будем обязательно это продолжать. На Алтае проект реализуют в двух медучреждениях. Это Первомайская ЦРБ и третья группа больницы Барнаула. Специалисту последний мы тоже задали несколько вопросов. После реализации проекта вы что-то меняете в организации помощи пожилым людям? В силу того, что мы вступили в проект, более весомо стала совместная работа со службами социального обеспечения. Каким образом это сейчас происходит? Они приходят к нам в поликлинику. Мы составляем списки данных больных, выявляем тех больных, особенно, которые одинокие и нуждаются в постороннем уходе. И, соответственно, врач с социальным работником решает проблему выписки медикаментов, ухода за больным. Трудности есть какие-то у вас во взаимодействии, может быть, которые нужно решить? Кадровые трудности. Недостаточно бывают врачей. Врачи тоже болеют. И такие вопросы есть. И социальная служба, вот с моего, как сказать, мнения, должна более активно участвовать в этом. Не только принести продукты там или прийти выписать рецепты, купить или там помыть раз в неделю или два раза в неделю в помещении, в котором находится этот человек. Я думаю, что нужно перестраивать социальную службу в плане того, что бы уход заключался не только в том, что принес, купил лекарство и приготовил, но и обучение навыкам ухода за больным. То же самое. Родственников. Родственников и социальная служба. Ведь когда нанимают родственники сиделок платно, они же то самое, и покормить больного служечки могут, и перевернуть, и поменять памперс, и так далее, и тому подобное. Потому что платно. Потому что платно, да. Значит, нужно каким-то образом обучать социальную службу к этому. Азам ухода за такими пациентами. Врач в смартфоне, беспилотник вместо энергетиков, единая бухгалтерия вместо локальных. Глобальная цифровизация всех сфер жизни ждет Алтайский край уже через каких-то 5-10 лет. Это, конечно, повысит качество жизни, но при этом приведет к пересмотру рынка труда. Об этом открыто заявляют IT-специалисты. На этой неделе в Алтайском крае проходил ежегодный IT-форум. О цифровизации будущего и настоящего расскажет Валентина Аскерова. В стенах этой IT-компании творят чудеса цифровые. Одно из них вроде бы и лежало на поверхности, но реализовали его и именно алтайские программисты под руководством своего идейного вдохновителя Вадима Гладышева. Три года назад IT-команда создала уникальную цифровую начинку для энергетических компаний. «Классический подход к осмотру верховому опор, ну, стал бы в простонародье, да, то есть на которых размещаются провода, то есть сводится к тому, что либо человек забирается туда самостоятельно на когтях, приспособление такое есть, либо вызывает автовышку и с помощью автовышки уже осуществляет верховую визуальную осмотр. Это как минимум затратно, то есть там ГСМ, да, то есть это очень опасно. Наш подход с применением беспилотных летательных аппаратов он как раз таки позволяет исключить риски жизни и здоровья сотрудников и, собственно, исключить отключение электроэнергии». Стоимость умной диагностики 50 миллионов рублей. Половину суммы удалось получить за счет гранта «Сколково». Команда Вадима Гладышева смогла его защитить. Это федеральная поддержка, существует и краевая. Так, алтайские IT-специалисты получили грант в 400 тысяч рублей на реализацию проекта по телемедицине. В разгар пандемии они разработали социально важный проект – сайт, где можно в режиме онлайн получить консультацию любого врача. Как алтайского, так и московского. Вот как это выглядит. «Открываю раздел «Мои консультации» и вижу, что у меня имеется активная консультация с врачом Кривого перинатального центра ДАРМ». Консультация проходит как в текстовом формате, так и по видеосвязи. Уже сейчас, говорит Александр Габов, люди выбирают цифровые сервисы, которые делают жизнь проще и позволяют экономить время. Конечно, телемедицина не призвана конкурировать с реальным врачебным приемом, но у нее свои задачи. Я не могу сказать, что мы конкурируем с очным приемом, потому что все-таки у телемедицины другие задачи. Это наблюдение за больными с какими-то хроническими болезнями, помощь в получении второго медицинского мнения, если пациент хочет проконсультироваться у другого врача, а консультация по назначенному медикаменту. Кстати, стоимость этого проекта порядка трех миллионов рублей. Разработка таких сервисов удовольствия не из дешевых. О мерах поддержки подобных разработок шла речь и на Алтайском IT-форуме, который проходил на этой неделе на базе классического вуза. У нас есть управление по предпринимательству, которое, соответственно, на своих бизнес-инкубаторах, на своих площадках предоставляет достаточно широкий спектр этих возможностей. Это и есть инвестиционные комиссии. Надо только не стесняться заявляться, выходить с предложениями. Не постеснялся в свое время заявить о себе Центр информационной безопасности. В этих стенах любой желающий может проверить, а не впаян ли в его смартфон или компьютер-жучок. Это устройство, которое делает рентгеновские снимки. Вот как мы легкие делаем рентгеновские снимки, так и оно делает рентгеновские снимки техники. Для чего? Для того, чтобы просветить технику не только то, что мы видим глазами визуально, но и до мельчайших элементов. Центр обеспечивает безопасность крупнейшим фирмам и корпорациям. Так, вся оргтехника администрации проходит через эту комнату. Здесь проверяют, можно ли снять информацию с монитора на расстоянии. Если границы контролируемой зоны, например, это завод, и там границы контролируемой зоны десятки метров, то то, что с него можно снять на 10, 20, 30 метрах, это не страшно. А если это границы контролируемой зоны, мы можем в кафе напротив сесть и снимать информацию. В таком случае компьютер нужно менять. Центр предотвращает и хакерские атаки различных компаний, которые к ним обращаются, а также автоматизирует их рабочий процесс при помощи специального проекта. Мы видим всех участников, мы видим, кто сколько времени потратил. Если тыкнуть, там можно посмотреть, на что конкретно, что он делал. Цифровизация поглощает сегодня абсолютно все сферы. Она автоматизирует и делает легче жизнь. Те же сервисы доставки еды, где одним кликом можно заказать себе обед. Но цифровизация же приводит к негативным последствиям, рассказывают IT-специалисты. В здравоохранении Алтайского края создается централизованная бухгалтерия. Для того, чтобы не тратить бюджетные деньги в содержание бухгалтеров, операторов и прочих статистов в каждом из 300 с лишним учреждений Алтайского края, делать это автоматизированно, централизованно и по принципу обслуживающей бухгалтерии на всех остальных. По такому же пути идут и все коммерческие структуры. Эти сервисы в бухгалтерии становятся централизованными и едиными на всю страну. От цифровизации уже зависит котировость компаний на рынке, поэтому онлайн-сервисы уже не тренд, а обыденность. По оценкам специалистов, через 5-10 лет наша жизнь может сильно отличаться. С одной стороны, вызовов и требований будет больше, с другой принцип одного клика станет ведущим. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Станьте куратором и спасите жизнь. В приюте «Ласка» приглашают всех желающих помогать хвостатым, самым различным способом – от ухода до банального общения с ними. Ирина Корчагина побывала в приюте для животных и готова рассказать о тех, кто помогает и кому помогают. И еще вопрос, чья жизнь от этого становится легче. С другого конца города с пересадкой два раза в неделю. Уже 10 лет Татьяна Владимировна связана с приютом «Ласка». Раньше работала в шишковке. Сейчас пенсионер помогает тем, кто мог бы всю жизнь просто лежать в клетке. В основном это сбитые собаки. Мэтт на коляске уже больше 9 лет. У таких собак шансы обрести семью почти нулевые. Больше их жильчея. Эти как-то могут и сами побегать туда-сюда. А этих надо как-то и сенцы полиры почистить, сено положить. Ногти обстричь. У них же растут, они не бегают сами. Помощь «Ласке» оказывают не только кураторы-опекуны или попечители финансово, но и кураторы-проводники. По-другому – дрессировщики-любители. В середине октября здесь, в «Ласке», откроют уличные секции выгула и дрессировки, а также вот этот теплый зал для занятий за счет президентского гранта. Все это сделано для того, чтобы собаки социализировались, держали дисциплину, занимались с зоопсихологом. Кто-то занимается с кинологами, кого-то забирают в ездовой спорт. Сейчас около ста собак «Ласки» уже обрели своих кураторов. Примерно три сотни четвероногих еще ждут своих двуногих друзей. У нас когда обращаются они в центр, желающие заниматься волонтерами, мы говорим, вот есть какие-то направления, что вам ближе, что вам интереснее. И исходя из этих потребностей подбирается собака. То есть у нас администратор зооцентра смотрит, ага, вот эта собака способна этим заниматься, и вот она предлагает, вот выбирайте из этих собачек, если вот этим направлением занимаетесь. Студентка Ангелина и ее хвостатый ученик знакомы полгода. У безымянной дворняги появилось имя, навыки в дрессировке и хоть какая-то радость в жизни. Она попала по обычному отлову, получается, и все там с улицы, социалистическое, поэтому ее и зовут Сойка, потому что на «С». У меня в планах, в принципе, забрать какую-либо собаку из приюта, но, скорее всего, это будет Сойка, потому что я с ней уже очень давно занимаюсь. И даже если куратор когда-то исчезнет из жизни питомца, его уход будет не так страшен, как то, что человек вообще мог не случиться в жизни собаки. Ведь даже короткие встречи делают и собак, и нас добрее. Собаки не сидят целый день в клетке или в будке, что они бегают, двигаются, что им радость, мне от этого тоже радость. Ее жизнь с моим приходом очень сильно изменилась, и она начала радоваться, у нее какой-то появился смысл того, чтобы вообще куда-то ходить, выходить, гулять. Так это самое главное, что кому-то нужно. Так живешь, как говорится, не богу свечка, не черт, а кочерга. Что хорошего в жизни? Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok